Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня мы будем готовить новогодние сырные елочки. Это не только вкусно, но и прекрасное украшение праздничному столу. Приступаем создавать нашу новогоднюю закуску. Сначала нужно измельчить петрушку. Обожаю петрушку. Кстати говоря, кто знает, почему так настоятельно русские женщины своим мужчинам рекомендуют есть побольше петрушки. Оказывается, все очень просто. Петрушка очень полезна для мужского здоровья. Вот так отчасти. Просто потому, что петрушка поднимает давление. Ну и отсюда вся полезность этого продукта. Режем петрушку. Нежелательно, чем мельче. Частично петрушку добавим в сыр. Ну, так чуть-чуть. А в основном петрушка будет изображать хвою на нашей елочке. Супер. Я, как всегда, беру чили. Я просто большой фанат чили. В чили содержится огромное количество витамина С. Витамина С, наверное, по-русски. Возьмем немножко чили и добавим его тоже в сыр. Ну что, витамин С очень необходим нашему здоровью. Особенно, когда кругом летуют страшные вирусы. Так, чеснок готов. Теперь чеснок. Слишком большие у меня зубчики. Боюсь, не поместится в мою чеснокодавку. Итак, сыр. Количество необходимых ингредиентов будет в ссылочке под видео, что мы добавляем в сыр чеснок. Можно, конечно, и порезать, а можно просто выдавить. Отлично. Чеснок есть. Наш сыр. Щели. Чуть-чуть петрушки. Соль по вкусу. Перчик. Пару ложек майонеза. Какой Новый год без майонеза. Теперь все перемешиваем. Майонеза оказалось малым. А то ли сыра много. Вот теперь получается отличная консистенция. Крайней мере, из нее будет легко лепить маленькие елочки. Берем крекеры и укладываем на крекеры в сырную массу. Пытаемся придать форму конуса будущей нашей елочке. Приблизительно так. Очередной крекер, очередная порция сыра. ПОДПИШИСЬ! 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 Вот они, наши заготовки, наших елочек. Решила немного елочки нарастить, чтобы получше конус был и более острая макушечка. Супер! Теперь берем петрушку. Просто петрушечкой обсыпаем наши сырные елочки. Такая у нас абстракция получается. Красота! Далее. Продолжаем украшать наши елочки. Берем миндаль. И просто хаотично вставляем лепестки миндаля в наши елочки. Миндаль тоже штука очень полезная. Видите, готовится все очень быстро. Главное, что эффект праздничный создается. У нас не столько кулинарное произведение, сколько артистическое, художественное. Все, что мы едим, должно быть не только вкусно и полезно, но еще и красиво. Последний штрих. Берем зернышки граната. Они создадут эффект новогодних шариков. На самом деле, вместо петрушки можно взять укроп. Укроп-то точно будет больше похож на хвую. Вот так буквально за несколько минут мы приготовили очень классную сырную закуску. Вот такие замечательные новогодние елочки у нас получились. Пробуйте, готовьте. Надеюсь, вам очень понравится. И, конечно же, всех с наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok